Царь Небесный Господь и Бог наш Иисус Христос, просим Тебя, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Привой с нами, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии друг с другом. Тебе же славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам. Сегодня 14 февраля 2020 год. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 7 стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, идят идола жертвенная, как жертвы идольские, и совести, будучи немощно, оскверняются». Толкование. «Не все, говорит, знают, что Бог един, а не много богов, и что идолы суть ничто». «Сказал неопределенно некоторые, желая обнаружить их пред всеми. Ибо много было таких, которые перешли от идолослужения к вере, но которые даже доселе, то есть и после того, как уверовали, едят идола жертвенная, как жертвы идольские, с совестью, признающие идолов. То есть, имея об идолах, такое же мнение, как имели до обращения, почитая их за нечто и боясь их, как могущих нанести вред. «Посему не сказал, что идолы оскверняют, но что совесть их, едущих, оскверняется, так как она слаба и не может понять, что идолы ничто, ибо они сами по себе не могут осквернять никого». «Итак, пойми, что едущие и доложертвенное испытывают подобно тому, как если бы кто-нибудь по обычаю иудейскому почитал прикосновение к мертвецу осквернение, но видя, что другие прикасаются к нему с чистой совестью, и стыда пред ними прикоснулся бы и сам. «Он не осквернился бы, но осквернился бы в совести, будучи осуждаем ею». А с всеми вместе 13 человек сегодня. По прочитанному, у кого есть вопросы. А на сегодня какие примеры можно провести? Да, ни для кого не секрет, что в храмах православных языческое ошатание, люди верят в приметы, все, что угодит от Бога. Всякие побосенки, в чудотворные иконы, что икона без Христа сама себе может исцелить, такая подмена идет. Излишняя икона почитания. Люди, которые не знают Христа, верят в то, что икона может быть какая-то чудотворная. Я думаю, здесь прямое сравнение можно сделать, что я не зря сегданты вопрекают православную, что мы идолопоклонники. Икона не идол, еще раз повторяю. Но для немощных, которые думают, что у них нет таких знаний, они так научены ложными учителями, что сама по себе икона может сотворить какое-то чудо. Они едут в паломнические поездки, там преклоняются, некоторые исцеляются и верят, что без Слова Божия на одних чудесах у них такое обрядоверие. Кого еще какие-то примеры, пожалуйста. Я так понимаю, что даже не обязательно, чтобы это был грех, но если совесть, если человек считает это за грех, то он уже скверняется. У меня причин никаких нет, но там заканчивается последний. Ну что делать? Скачет. Там пол ролика осталось заканчивается. Оскверняется совесть его, да. А совесть, да. Ну что такое оскверняется совесть? Вот именно, какое-то влияние оказывает на, ну что это, на страшном суде это как что-то скажет или нет? О чем-то? Ну, вот интересный вопрос, да. Совесть осуждает, а на самом деле это не грех. Но он так научен, что вот так вот этого нельзя. Он в это верит, понимаете? По вере вашей, да будет вам Господь говорить. И дальше-то мы будем ниже читать, что вот раз у него такая вот... Так, и Игоря добавить надо. Христос. Меру принимаю. Появился на весь экран, ищет. Так. Ну, продолжим. Первое калифонам 8.8. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощно, оскверняется. Толкование. Дабы не сказал кто-нибудь, я ем с чистой совестью, и что мне за дело, если кто-то по своей немощи соблазняется. Объясняет, что и само едение идоложертвенное, хотя бы с решительным презрением к идолам, не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнился, но и в таком случае ты не сделал бы ничего похвального и богоугодного, потому что пища не приближает нас к Богу. То есть ни в случае едения мы не имеем никакого превосходства перед другими и не совершаем дела, особенно угодного Богу. Ни в случае не едения не терпим потери и унижения. Сколько раз убеждаюсь, что провожу занятия бесчисленное множество раз, почему вот именно в это время именно это место читаем. Господь как бы специально нам дает лекарства, только что перед этим чат нас читал, и там как раз были споры, что лучше есть растительную пищу или мясо, как раз воздерживаться, как очищать организм, это полезно для здоровья. И вот Слово Божие нам как раз дает ответ, как же нам поступать в таких случаях. Очень много мест священных писаний, нужно разумно к этому поступать, чтобы ни направо, ни налево не уклониться. Первое Коринфянам 8-9. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Толкование этим устрашает их. И не сказал, это знание ваше, но это свобода, то есть самовольство и гордость, да, не послужат соблазном для слабых. Более виновными делает их то, что... Более виновными делает их то, что они не щадят слабых, которым должно было бы помогать. Вот и понятно, в чем их вина, не в том, что они едят, а в том, что слабым не помогают. Ему прежде чем перед ним есть, нужно объяснить, что... Он-то раньше верил, что эти идолы что-то значат для него. И пока он слаб, не отошел еще, вот он мечется между идолами и христианством. И в этот момент нужно поощадить его. Не есть это идоложертвенное. Ну и вот еще вопрос, что такое, для чего ели идоложертвенное? Ну вот я слышал, что вот как бы по вере такое, что если там есть сердце льва, то будешь там храбрый как лев. Что-то вот правильное, в моем понимании, или что-то другое здесь было. Язычники для чего ели, или христиане? Язычники. Ну и потом христиане, перво-наперво, для чего язычники ели. И потом, которые язычники переходили в христианство, почему они сразу не бросили это дело делать-то? Ну сначала... Дешевое мясо было. Дешевое мясо? Да, там оно выставлялось. То есть там были пиры эти, языческие, капичи, праздники. И после этого это мясо, которое идоложертвенное, выставлялось по дешевке на базары, на рынке. И его можно было по дешевке купить. То есть они верили, что кому-то... Вот сегодня, я знаю, что кришнаиты предлагают, я вот даже слышал, мне как-то предлагали, я только к вере приходил, я отказался. То есть у меня уже такое было, что я думал, что это мне как-то может повредить. Вот я тогда немощный был в вере, хотя другой бы сказал, да смотри, он бы раз бы заглотил, ничего в этом такого нет, а идол в мире есть ничто. Но они-то как верят? Они-то для чего это раздают? Что у них вера? Во что? То, что они этим своего кришна прославляют? Ему жертву этому идолу приносят? Ложному богу? Да, конечно. Они именно, как бы для их богов, они приносят жертвы и раздают их. Ну вот как, допустим, мусульмане, они, как его, Хурбан Байрам, то есть также у них это входит, они приносят жертву барана, их богу, а потом как милость они раздают. То есть это они делают для того, чтобы люди, едущие этого барана, ну или этого мяса, это идола, же там прославляли ихнего идола, да? Ну как бы за счет этого он прославляется, он же им это дал, как бы, ну как бы, для него это было... Как бы принесли, и как бы сами съели, и как бы, или что-то, я не пойму. Я хотел пояснить тут немного вам. Давай. Дело все в том, что мы так далеко отошли от язычества, что уже все корни забыты. А если читать, ну, вычитывать что-то, язычество, они бы, они также почитали людей, те, которые верят вот этим богам. Допустим, Афродита там, или Афина, или Зевс, хоть кто. И были поклонники именно этих богов. Допустим, Зевса. Хотя мог ты веровать и в Афродиту пойти. Ну, в общем, если ты не верующий в этого бога, то тебе не место там. Не было никаких продаж идоложертвенного. Это вообще, ну, не понимать, кто такие язычники. Они были такими же братьями там и так далее. Допустим, афиняне, они... Апостол Павел ходит и говорит, вот видите, у вас тут боги, и вот есть такой постамент неведомому богу. И вот я теперь-то его и проповедую. А откуда постамент этот взялся-то неведомому богу? А они молились, персы переплыли через пролив, через Игейское море. Афиняне молились, чтобы победить персов. А персы выиграли первое сражение. И афиняне поняли, что они молились-то молились богам своим, а какому-то недомолились. И поэтому они поставили вот такой постамент на всякий случай. А потом раз и выиграли марафонскую битву, и дальше там начали гнать персов, и в конечном итоге победили. То есть они по-настоящему веровали, понимаете, в чем дело. И поэтому жертву они по-настоящему приносили. Ничего там не продавалось, вы что. Это все раздавалось. Раздавалось верующим в этих богов людям. Если ты какого-то бога из них не почитаешь, тебя на заметку возьмут. Почему? Это было царской России. И ходили полицейские, и были доносы на людей, кто не ходил в церковь. На улице, допустим, у тебя в доме кто-то живет и не ходит в церковь. И донесут в департамент. И к тебе придут разбираться, почему ты не ходишь в церковь. Это у нас в России было такое, до царя-батюшки. То есть очень всех интересовало. Раз ты не веруешь во Христа, значит у тебя добродетели нету. Ты не патриот. Ты, значит, что-то готовишь и так далее. Революционеры прикрывались тем, что они, допустим, протестанты, а мы там ходим в какую-то другую. Ну ладно, в другую, значит, молодец. Лишь бы ты ходил, молился Богу. Так и язычество было, настоящее поклонение. Почему? Апостолам было легко заквасить людей, верующих. Но не в многих богов, а в одного бога. Они понимали, что такое вера. Вера нужно отдавать всего себя, значит. Не просто там что-то принести, а самое лучшее. И почему Пилар спрашивает Господа, что есть истина, спросил его. Что есть истина? И отвернувшись, отошел от него. Почему? Это самый насущный вопрос язычества был. Как веровать так, чтобы боги не приедались? Ибо многим приедались боги. Почему так много богов было? Один не понравился тебе, ты переходишь к другому. Второй не понравился. Их 600 почти было, божеств разных. И не понимали, к кому обращаться. То есть души-то пустые были у людей. Пропасть целая, потому что Христа не было. В единого бога не веровали, законы не исполняли. А желание веровать было. Так что они были настоящие верующие только в тех божеств. И теперь дальше. Как все получалось? Они приходили, приносили жертву. Какую жертву? Любую. Ты мог и барана принести, там, быка. Жертву драгоценностей. Ну, сейчас посмотрите, как в Таиланде, где там приносят жертвы. Посмотрите документальные фильмы для интереса. Они молоко приносят, там, цветы какие-то благоухающие, там, масла какие. Ну, все, что там разрешено, они все приносят туда. И эти жрецы приносят это в жертву или возлагают к подножию этих богов. У них же боги это идолы, то есть из туканы. Это из камня, из дерева, из металлов сделанное что-то. Другого не было ничего. Только именно должно быть материально это все. И они для своих торжеств, для праздников, или там, ну, как у нас, литургия, у них там же также свои проводились торжественные вот эти священные обряды. И они приготовливали пищу. Среди них мясо было. Там не только мясо идоложертвенное было, там и другое было. Но оно освещалось перед этим богом. А боги это бесы, ничто, дальше будет апостол говорить. Они ничто. Мы не должны поклоняться бесам. То, что приносилось бесам, это считай, что ты им поклонился. Вот и все. И приходили люди, которые веровали в этого бога, и они брали это. И это для каждого было из них. То есть каждый должен был что-то принести. Не знаю, выразумительно сказали или нет. А раздавали для чего вот это вот идоложертвенное? То, что приносили, понятно. То есть, ну, жертвовать, то есть, чтобы бог им помогал. То есть, я тебе мясо, ты мне удачу на войне. А, ну да, это я упустил. Да, раздавали для чего? Потому что от древних времен, от Сифа еще, от Каина и Авеля пошло у людей, что надо приносить богу жертву. От этого все и пошло. Богу приносится жертва. А от этой жертвы часть и тебе перепадает. Так и было в храме Соломоновом. Часть перепадала людям. Если это жертва не за грех и не за жертва всесожжения, а мирная жертва, то часть жертвы, большая причем, отдавалась самому человеку, как уже... Защитники церкви, что вы, говорит, кости там кожу сожгете для своих божеств, а мясо, говорит, себе забираете, чтобы поесть. То есть вот такое лукавство даже было. Ну как бы не видит он пока или закрыто. Ну вспоминаем этого вилла, помните, книга Даниила. Как там они приносили ему жертву. Там на стол ставят там всяких кушань немного. А там выходит человек 50-60 этих жрецов со своими женами и детьми и все поели. А Даниил посыпал мукой и царю показал. Видишь, я посыпал. Печать наложили, а они из-под стола выходили из люка. А утром приходят, открывают. Царь смотрит, пусто. Вилл все съел, значит он живой бог. Он говорит, ты посмотри царь. И царь увидел множество отпечатков ног больших, мужских, женских и маленьких детских. И приказал казнить всех этих жрецов за обман и лукавство. А Даниила прославил, ну в первую очередь прославил его бога истинного. Ну там дальше еще там про бога этот дракон, который там расселось чрево у него там. Ну почитайте. Это 14 глава книга Даниила. Ну то есть правильно я тебя понял. Вот как вот у нас вот приносят, чтобы я-то язычником не был, вот нас приносят в церковь там осветить куличики, яички. И мы эти освященные предметы вкушаем и тем самым, ну, приносим благодарение Богу. Вот для чего это делается? Ну, то есть у них восхваление Богу, то есть они этим самым поедание освященных предметов, ну, восхваляли, так скажем, вот этого идола и ложного. Это же, это обязательное было. Обряд у них такой был, да? Да, это обязательный обряд был. Ты вспомни книгу Маковейскую, за что Монтафия Маковей поднял восстание в 142 году до Рождества Христова против этих греков. Они же принуждали приносить жертвы или вкушать жертвы принуждали. Ну, вот ты еще... Все одно и то же практически. Вот, ты еще сказал, что они не продавали, а раздавали даром. Ну, конечно. Ну, вот слушай, вот 1 Коринфянам 10.25. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. И вот этот стих толкует Феофан Затворник. Жрецы, не успевая всего приносимого в жертву потреблять сами, отсылали излишнее на рынок. И, может быть, кто скупал у них это и продавал. Таким путем и доложертвенное могло попасть и христианам. Апостол говорит, что на рынке покупаете, ешьте без рассуждения. То есть, покупали все-таки, продавали, значит, это мясо все-таки. Ну, вот это вот просто коррупция называется. Вот и все. Тут ничего я не могу пописать уже. Оно всегда такое было. Ну, так же, как у нас, Симония, так же и у них. Да, типа такого, да. Это так. Понятно. То есть, они по своей вере настоящей не должны были этим торговать. Ну, а жрецы, они, что они? Ну, однозначно. Однозначно. У них была вера такая же искренняя. Так что, о чем говорить? Бог есть Бог. Все. Ну, смысл понятен, да. То есть, среди... И среди их были предатели Иуды, понятно. Их не вера, так скажем, языческая. Ну, и Пилат поэтому и сетовал Господу, когда сказал, что есть истина. То есть, он тоже запутавшийся был уже. То есть, везде коррупция и люди... Да, ни во что не верил уже, все. И поэтому жена-то его так сильно обратилась ко Христу, когда Христос во сне-то явился ей. И она письмо даже ему написала, вышла. Ну, там у жених не принято так было, что влиять на мужа своего, который судья является, судья целого народа. И она пошла на это. Почему? Потому что она тоже, видать, ищущая была. Да не видать, а сто процентов. Потому что, там, в дальнейшем она верующая стала, христианство. Так, все, брат, спаси Христос, братья. Все прояснилось, слава Богу. Идем дальше. 1 Коринфянам 8, 10. 2 Коринфянам 9, 10. 2 Коринфянам 9, 11. Сказать ему, что идол это ничего не значит, и он не приносит никакого осквернения нам, христианам. А у того сомнения, то ли есть, то ли не есть. Ну, раньше-то вот я же их ел, и Бог этот мне там, Юпитер, помогал как-то. Он же помнит, я ему молился. Понимаете, и была помощь от него. Что же мне дальше-то не перестать? И тут еще брат тоже есть, значит, он тоже в него верит. Вот. И он начинает это идоложертвенное есть. Вот. И ради вот этих вот поступков апостол Павел им все и объясняет, и растолковывает. И он пишет Коринфянам дальше, 11 стих. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Татуаря. Таким образом, совершенство твое будет причиной гибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос умер. Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе не воздержаться от яст, чтобы он не соблазнился твоей пищей? Говорит Златоуст. Можно вставить мне тут слово? Давай. Вот когда на проповеди стоял я вот на площади Сахарова, в свое время там, начиная где-то с 2010 года, ну, может, с 2008, там все время проходили эти кришнаиты. И они проходили с огромными блюдами, шли, а на них такие шарики, как-то они их прахмы называли, что-то такое. И там, в этом блюде, воткнуты эти шарики, такие как бамбуковые какие-то, ну, курящиеся такие трубочки. И они проходили и всех угощали. Ну, там хлопали барабаны, пели. И они так часто проходили, все время в воскресенье, именно в то время, когда я стоял. И они постоянно ко мне подходили. А я еще в облачении стоял, еще и в камилавке. И они все время подходили, меня снимали и всегда мне предлагали эти свои дары, так сказать. И мне все время приходилось им рассказывать, что это идоложертная. Вы же жертву принесли перед этим. Ну, они не отрицали, что жертву принесли, да? Ну, люди разбирали с удовольствием эти штучки. Опять перезагрузилось. Без сообщения. Тут у меня уже нигде не заканчивается, все. Так что, не знаю. Не заканчивается, ни видео, ничего нет. Ешьте, ешьте, ешьте. Если ты съел ничего, они-то при этом, что думаешь, что вот в него этот теперь дух войдет, идолы, или что, или как? Да, ну, они что, они же не говорят, что это идолы, ты что? Так вот, по этому-то и непонятно. Они как-то стать от чистого сердца, в кавычках. Ну, вот теперь понятно, то есть, так же, как вот мы на Пасху яйца раздаем, ну, чтобы понятнее было, слушатели. Слушай, ну, они верующие, они не думают, что они бесноватые, сатанистые, они нас заманивают. Они думают, что они этим служат, вот этому своему Богу. Да, да, Богу, и так же хотят, чтобы все в этого Бога верили, как они искренне, то есть. Ну, конечно. Они просто дары, это как бы, ну, Господь их милостивый, они тоже милостивые, вот надо давать ей. Так же, как вот Вячеслав говорил про мусульман, они тоже бесплатно идут, раздают. У них даже там ребенок родился, какой-то праздник. Если ты более-менее богатый, ты должен, по-моему, сейчас не соврать бы, одну третью часть от всего, что ты сготовил дома, ты должен раздать бедным. Одну там в семье, а другую разделить там с соседями, что-то такое у них. Я почему-то сейчас, мысль такая пришла, но вот они раздают, а у нас на Рождество ходят, побираются вот эти калятки. Откуда это пошло, эти калятки? Вот они пришли, и ты вот им должен обязательно подать как-то. Ну, понятно, что это, в этом ничего плохого нет, когда жертвуешь, но когда вы хотите попрошайничать, мне как-то это немножко неправильно, я считаю. Я думаю, калятки это как пастухи. Пастухи пришли ко Христу, к младенцу вот туда. Вот это они изображают, наверное, пастухов. То есть они идут и благую весть возвещают. Ну, я так предполагаю, что именно так оно было в начале. Ну, а потом, чем закончилось, мы уже видим. Надо благую весть давать, а тебе как бы в дар дают тоже что-то. Ну, это золото, ладаную, смирную, да, понятно. Ну, придумали давать материальное, да. Нет, чтобы радоваться вместе, пойти в храм или куда-нибудь помолиться, там, слово Божие почитать. Они придумали давать конфеты, там, ну, потом детей туда послали. Взрослые-то что пойдут побираться? Короче, побирушки какие-то стали. А если настоящие калятки послушать, они же, гляди, небо и земля, небо и земля, ныне торжествуют. Ангелы с неба, ангелы с неба несут весь благую. Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликует, небо торжествует. Пастухи внимают, стадо оставляют, чудо-чудо возвещают. И дальше там куплеты. Все про Христа, про Богородицу, про спасение. Если бы мы такое пели, кто бы их отпугивал-то? Они же это не поют, они там что попало? Сеем посеваем, то что-то счастья вам желаем. Это что такое? Откуда взялось? Чисто язычество. Даже хуже язычество. Вот и вот это, казалось бы, благая весть этим язычеством, ожиданием материальных благ от того, что ты благовестуешь. Даже если ты калятку эту правильно прочитал, ну, вот, все, на мой взгляд, оскверняется этой. Так же, как симония у нас, торговля в храме. Я недавно прослушал книгу, Дмитрий Лемешев, вставлял-то, «Исповедь священника». Вот, как он каялся в этом. Как он торговал Христом, как на войну благословлял, стравливал христиан друг с другом. Вот, что-то вот такое. Неполадки с интернетом выбивает. Такое случается иногда. А что, не я один улетел, да? Ну, и меня выбило. Всех. Всех выбило. Всех выбило. Всех выбило. Первый раз такое. Нас всех отключил, еще и сделал. Всех вспоминать богов. Вот даже такое у нас было. Потом начали молиться, и кое-как всех собрали, продолжили занятия. А то чуть было, не собрано было занятие. Не сорвано. Так, ну вот, выбило, как раз, по-моему, на этом стихе, я его еще раз прочитаю. Первое Каифеном 8, 12. А согрешая таким образом против братьев, и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Толкование. Не сказал, соблазняя, но уязвляя, дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал, согрешаете против Христа. В каком же смысле этот грех совершается против Христа? Не в одном, а именно Христок усвояет и делаемое рабам его себе, уязвляемые суть его тела и члены. Они разрушают то, что он совершил через собственное заклание, то есть спасение. То есть понятен смысл этого слова. Вопросы задавайте. Я открыл это. Кому что непонятно, раз толкуем. Ну вот, хороший пример можно привести. Христос искупил нас своей кровью. То есть это его большая работа, это была сделана его жертва. И это мы не можем соблазнять брата, потому что за него умер Христос. То же самое, допустим, у нас здесь в чате. Здесь многие потрудились, чтобы люди пришли сюда. И нельзя соблазнять, чтобы, то есть человек, кто не привел сюда ни одного человека, он подает соблазн, может подать соблазн, и человек может уйти из-за этого. Слово какое-то может, дерзкое сказал, грубое, которое можно было и не говорить, к примеру, там, какое-то там. А этот человек еще немощный, он еще воспринимает все неправильно. Он может это увидеть и сказать, а, это какие-то там собачицы между собой. Что это, или христиане, что ли, и уйдет. То есть, и соблазн, сами мы подали на это. Подадим соблазн, к примеру. Вот и то же самое и здесь. А тут Христос всех искупил. то есть, он за всех пролил свою кровь, и он за каждого, поэтому, каждого бережет, чтобы мы не могли, мы не погрешали против Христа этим самым. здесь конкретно говорится о посте. Да не о посте, об одоложевке. А ругаться и так не надо. Если пища соблазняет, ну и ругань тем более может соблазнить кого-то. У вас же написано, что вы должны любить друг друга. Из-за этого вы узнаете, что вы любите, а вы собачитесь. Ну и сразу. Так вы-то и не ругайтесь со мной, вот и все. Еще чего. Захотел. Как же, что мне мощнее. Как он поймет, вот зашел в тот раз сектант, как он поймет, ругаемся мы, или кто-то задавать не надо просто. Он ничего это не понял, и все. И он уже ругаетесь. Так что, тут палка о двух концах. Да, это вот как когда тихо, они тоже разговаривают с сестрой, а другая подходит. Ну что ты ее ругаешь, что ты ее ругаешь. А он с рода ее не ругает. Он с ней нормально разговаривает. Вы слушайте, Игнатия Тихоновича, как он беседует сейчас рулетки. Он так беседует, как будто за грудки уже взял. Там особенно, если там кто-то сектанты. Только, как говорится, святых относи. И кто посмотрит, скажет, ничего себе, дедушка такой старый и так ругается. А он возвращает истину, а там глупые вопросы задают. Там хоть кто не выдержит. Тем более, Игнатий Тихонович. Он, как говорится, просвещенный уже такой. Поэтому, насчет ругается, не надо тут на этом канале у нас разговоры разговаривать. Ругается. Кто ругается, мы их всех выкинули, никого нет уже. Так, ну что, пойдем дальше. Речь-то о православных, которых привели, а не о сектантах. Здесь говорится, у апостола Павла конкретно, среди православных. Причем тут сектанты-то? Православных сюда привели, у них еще немощность, совесть немощная. Их можно соблазнить. И надо думать об этом, чтобы не сказать какое-то слово, которое может их соблазнить, такое, которое можно и не употреблять, к примеру, может другое. Вот и все, речь-то только об этом, а не о том, что тут ругаться. Ругаться-то это нормально. То есть, что-то между собой. Весьма в тебе затканет. Быть пять между собой. А если ты... Вот ты сказал об этом, ты скаталок составь, о чем-нибудь не надо говорить, которые соблазняются. Все. Об этом говорить не будем. Сам каждый подумай, и совесть ему подскажет, какие слова могут соблазнить, какие нет. И лучше, как говорится. Один раз, промолчишь, один раз пожалеешь, расскажешь, тысячу раз пожалеешь. Ну, разрешаю пример приведу. Я понял, что не добиться. Пример такой. Вот Фроликов задает вопрос Игнату Тихоновичу. На первом там задал занятие. На втором задал занятие этот вопрос. Этот вопрос уже вообще никуда, как говорится, никакой кобыли не пришьешь, никакой хвост третий уже. Уже ему сам Игнат Тихонович сказал первый раз. Здесь тоже уже все ответил. Не можно задавать такие вопросы. Не можно христианину. Он продолжает задавать. Я выхожу и говорю ему, хватит эти вопросы задавать уже. Давай другие, пускай нормальный вопрос зададут, духовный. И уже вылез человек и сказал, вы тут ругаетесь. А кто ругался-то? Этому человеку православную, неправославную, какая разница? Ему хоть о чем говори, только начинаются какие-то несогласия. Он тут же тебе скажет, что ты ругаешься. Ему надо разделить нас. Это сатана зашел. В ком он сидит? В полупротестанте, в полуправославном. Кого там кто привел? Где привел? Я кого вижу, кто кого привел? Насколько он верующий такой, что не соблазняться? Здесь речь-то идет об общине, конкретно прям видимое мясо подают, видимую жертву и так далее. Тут уже прям видит этот тебя брат. Он брат уже, он рядом сидит, просто немощный. Он так же с тобой славу Божию изучает и так далее. А здесь на расстоянии кто там, где, как, вы там сами-то смотрите, кого приводите. И не соблазняйте. И все. И нам потом расскажите. А то какие-то слова и так далее. Говорится об одном. вы о другом начинаете. Ну, чего ради-то о другом-то? Как раз-таки речь о соблазне-то, именно о том и речь. Можно и словом соблазнить, можно и дело, можно и едой, понятное дело. Речь-то не о фролике, фролике понятно, вообще не о нем. Здесь, если Игорь не в курсе, здесь беседы такие проходят, там острые, там такие, допустим, Гусейнов-Рустем, который вот мы его выкинули из группы. Что он тогда сказал про сестру? Ну, он говорит, шалашовка. Ну, чем можно было не применять такое слово, можно было не применять. Но его выкинули сразу за это. Что? Такой он верующий. Он уже два года назад тут пальцы гнул. Два года назад. Какая разница? Слово. Слово есть слово, то есть такие слова употреблять нельзя. Всех, то есть, ругаться-то, ругать, разнюю рознь как бы надо смотреть в том-то и дело, что если по делу, то по делу, а если можно применить другое слово, то зачем? Брат, я тебе еще раз хочу сказать. Пример твой никуда не годится с этим словом. Потому что здесь конкретный пример идет. Человек видит, что ты вкушаешь идола, жертвенное. Причем тут слово, я тебе вот об этом говорю. То, что ты говоришь, молодец, правильно ты говоришь. Но сюда это никак не относится, ты понимаешь? Вот я вот пример тебе привел, что кришнаиты мне предлагали и дала жертвенное конкретно. Это нормальный пример. А то, что ты со словом сказал, это как бы, ну, пускай из-под какой-то совет, очень хороший. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Толкование. Как отличный учитель собственным примером доказывает то, о чем говорит. И не сказал, если соблазняет справедливо, но как бы то ни было. Не сказал так же, не буду есть идола жертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено, не сказал, опять, в один или в два дня, но во всю жизнь свою, ибо это значит вовек. Не сказал, наконец, чтобы не погубить, но только, чтобы не соблазнить. Вопросы? Аминь. Хороший вопрос. Да любите друг друга. Если кто-то ушел за мои ругани, прошу прощения у всех. А кто он, если он ушел? Ну, виноват. Больше не буду ругаться вовек. Сережа, ты ангел по сравнению с некоторыми. Да благословит тебя Господь. Зарекалось, говорит. Да тоже. Аминь. Немощный. Ну, забанил пару раз брата. Это простится тебе в этом веке и в будущем. Первая Коринфина, 9-1. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Толкование. Сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть в песне. мясо, Дабы... Толкать так, микрофон у кого-то. Уже отреагировали. Благодарю. Первое... Толкование. Сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо. Дабы кто не почел его тщеславным и самохвальным, вынужден наконец объявить, что воздерживался и от дозволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь. Тогда как Христос заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия Лука 10.7, то есть за счет поучаемых, я, лучше решился истаивать от голода и ничего не брать от вас, но работать своими руками и питаться своими трудами. Ибо, как кажется, были у них некоторые учители богатые, пользовавшиеся честью за то, что учили безвозмездно и тем старались пристырить Павла. Уразумев это, он, как я сказал, не хотел кормиться за счет своих учеников, хотя и имел на это право. Так, я веду себя, а вы не воздерживаетесь я от идоложертвенного. Такова вообще мысль этого места, который он раскрывает в нескольких стихах. Впрочем, рассмотрим и порознь каждое изречение. Не апостол ли я? Чтобы кто-нибудь не сказал, тебе нельзя брать, поэтому ты и не берешь. Говорит, как? Разве прочие апостолы не берут? Да, скажешь. Что же, разве я не апостол? То есть, такой же, как они. Не свободен ли я? То есть, никто не возбраняет мне врать, чтобы не сказали опять, прочие апостолы важнее тебя, потому что видели Господа. Говорит, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Ибо после всех явился и мне, как некоему извергу. 1 Коринфянам 15 8. Добавишь, да? А быть самовицами Христа было действительно великим преимуществом, ибо сам он говорил, блаженные ваши очи, потому что вы видите то, чего не видели пророки и цари. Вот хотел спросить, чего вот эти буквы кто знает СР? Луки 10, 23, 24. Сравните! Сравните! Да. Я так думал. Если ты и свободен, если и ты апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? ибо и Иуда был апостол и видел Господа, поэтому говорит, вы мое дело, значит, я исполнил служение апостолу, но сказав важное, прибавил в Господе, то есть исполнил силой не своей, но Господней. Вопрос. Сережа, разреши слово? Разрешаю. Я хотел сказать, что я не договорил тут, не понял сначала о чем речь, а теперь понял. Вот, брат, то, что сказал Вячеслав, это относится к другому местописания, это относится к местописания, когда Господь говорит, что за каждое слово ответим, за каждое слово будем держать ответ, вот к этому местописания относятся слова брата Вячеслава, который он сказал, вот так, и к этому относятся, и тому не противоречит. Да, я тоже считаю, что не противоречит, ибо словами мы можем действительно кого-то соблазнить, оттолкнуть это, ну, как против этого пойдешь. Если ты в это как говорится не веришь, но на суде восстанут те люди и скажут, а вот он то-то-то сказал, поэтому я вот и... Братья, не надо меня уговаривать, я вам еще раз сказал, я вам сказал, что здесь говорится только об идоложертвенном, все, как не есть правильно, вот Игнать Тихонович когда говорит, к мусульманам слово обращаю, не ем там мясо, ну, свинину не ем, а он вообще мясо перестал есть, теперь он с любым человеком может обращаться, вот это подходящий случай, а про какие-то разговоры здесь никаких разговоров нету, еще раз вам говорю, другое место писания найдите. Брат, дело о соблазне, ты согласен, что словом кого-то можно соблазнить или не согласен, с этим? Ну, так вот ищи, где про слово говорится соблазненное, что у нас Библия маленькая, что ли? Ну, так возьми, да и поищи, на следующем занятии расскажешь нам про это. Ты что искать, если это место писания, мы сейчас проходим, и как раз по этому поводу и скажем. Это же понятно, выделил, можно взять мясо, взял его, отобрал, взял один соблазн и все по поводу этого сказал, как часто делается. Ничего, никакого противоречия нет вообще. 1 Коринфянам 9,2. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Толкование. «Не говорю, что я учитель всей вселенной, но вам, разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, которых взять имел особое право?» Через такую уступку еще более подтверждает речь свою, «Ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть доказательство. «Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства, ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол». вопросов. Ну и действительно, я, брат Игорь Дебунов, тут не тебя, мы конкретно имеем в виду, ты много говоришь и ругаешься, то есть говоришь по делу. Но я как ведущий, как организатор всего вот этого, а куда мне деваться-то? Я и прекращаю это, чтобы идти дальше, чтобы другие не соблазнялись от этого. А то, что соблазн от этого есть, есть, покаяния у тебя в этом нет и не предвидится. Вот. И... Что ты про это пишешь? Я не себя имею в виду. Если человек приходит, допустим, вот в этот чат и ничего для него не сделал, начинает... Подожди, вот ты сказал, я ругаюсь, и в чем я ругался хоть раз? Я ругаюсь, в чем я ругаюсь? Скажи хоть одно место, когда я ругался. Ничего не скажешь, все. Скажу. Гражданин Саврамши. Скажу. А за что я тебя, за какое слово забанил? Ты даже его забыл уже. Да ты даже ничего и не скажешь уже. Доказывай. Разве это хорошо такое говорить? Что я там такое сказал? Лизать одно место, ты сказал. Да это он сказал, а не я. Он? Ну так вот ты его соблазнил на это. Да тебе я вижу крутиться, хоть как ты можешь. Ты уши под звилами, я вижу. Много ты знаешь. Я же тебе сказал, не о тебе речь-то. Не о тебе. Ой, 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 ой. Вот опять, ой, ой, ой. Вот уже соблазнилась одна. Вот за ой кого. Зачем это? Я тебе еще раз говорю, что не к тому вы привели место Писания, и все. Вы что так крутитесь-то? Скажите, да, мы действительно не к тому. Что у нас, о словах мало, что ли, в Библии написано? Найдите место Писания. Остановись, ты не можешь уже остановиться. Ты не прощает. Это речь идет о посте. О соблазни, а не о посте. Там вообще о посте речи нет. О соблазни через пост, через едение. Ты опять выбросил, что ли? Причем тут слова. О словах найдите другие места, очень много. Не может течь из одного из них, как горькая и сладкая вода. Тоже место Писания. Уже Елена Перелигина вышла, понимаешь? Народ побежал. Давайте дальше. По апостолу можно сказать? То, что говорит апостол здесь, это речь о том, что апостол не по названию апостол, а именно по тому, кого они обратили. Вот он и говорит, что я апостол, потому что вы мои дети. То есть, кого он родил благовествованием. Вот о чем речь. То, что Иуда апостолом являлся, но он по сути не является апостолом. Апостол Павел, хоть и не был среди апостолов, но он всем своим деянием показывает, что он апостол. Вот он им что поговорит. Что надо смотреть по сути, а не по названию. По делам. Ты поменьше разговаривай, побольше давай читай Слово Божие и слушай старших братьев. Ты не даешь мне. Время вышло. Давайте вопросы задавайте. Ваше время. Можно? Можно. Священное Писание тоже говорит, что Господь наш Иисус Христос Пула ему пришел, чтобы разделить людей. Вот. Поэтому не только... А у нас говорят часто, что вот любят это повторять, оправдывая свои действия несправедливые. Что якобы кто-то хочет разделить, потому что это вот сатана хочет разделить. А четко написано, что Господь пришел, он хочет разделить людей. слава Ему, Господу нашу Иисусу Христосу. Да. Роман, ну тебе прям надо учебник логикой почитать. Ну, о разных вещах-то говорится. Тут разделить об одном, а там о другом совершенно. Ну, как ты это все связываешь? Это вот и есть повреждение ума, что вот это все связывается в одно. это разное все абсолютно. Там говорится об одном разделении, здесь говорится о том, Игорь сказал, о другом разделении. Вот то, о котором говорит Игорь, а об этом вообще в Библии не написано, что сатана хочет разделить людей. Это люди придумали. Но сатана будет сеять вас как пшеницу, это как растолкуешь. А вы кому вопрос вообще задаете? Игнатий Игнатий, дайте отвечать. А не было вопросов никаких? Учим пока? Не, ну, конкретно вопрос был, пускай Игнатий Игнатий, есть что ответить, я думаю. Про пшеницу отвечать? Почему сеять ее надо? она без надзора, рассеянная, делается достоянием всех насекомых, животных каких-то. И вот сатана и просит, чтобы разделять, сеять как пшеницу, куда улететь, при дороге упадет. Пока в жительнице лежало, в амбаре было целое. Поэтому возникает какой-то разговор, спор. Ну, несправедливо сказали. Промолчал. Все, загасло. Почему я должен ему доказывать чего-то? Если правда, значит, доказывать вообще ничего не надо. Это уже спор. Верующим, спорить не положено. Написано, спорили с учениками. Ну, что, ученики спорили этого? Нет, нигде. Они вот спрашивают, тот так понимает, Тогда Яков встал, говорит, вы знаете, меня Бог избрал. выступили. Первый был апостольский собор, 15-я глава Деяния апостолов. Мы должны это оттуда опыт взять. Мы должны ценить свое слово. Прежде чем сказать предложение, его надо в уме составить. Я уже тут делал ведущему замещание. Столько лишних слов на одном месте топчется. Тем более, если у тебя рычаги, а другой не слушает, ты сразу переходи на следующий стих и считай. Он будет забивать, но забивать будет уже недолго. Ну, какие-то способы есть же. Ну, столько же времени тратится, люди слушают, и тут все ясно, о чем говорится. сказали правильно, выслушали всех и пошли дальше. А он неправильно понимает, ты сказал, верующий не спорит, а возвещает истину. Зачем ему говорить иное это? Он не принимает, не пришло время понятия, придет время, поймет. Надо идти дальше. Вот кругами какими-то по одному и тому же один раз делал замечание. А вот вы за собой последите, когда вы где-то идете дорогой или что, о чем думали? Идут молодые парни в Потеряевке. Я их спрашиваю, остановил, поздоровались, о чем мы сейчас разговаривали? Да так, но видно, что шли, размахивали, жестикулировали руками. Ну, о чем? Ну, вот я показываю березы рядом вот стоят. Береза, какие имеют качества? Что мы можем взять полезное от нее сейчас здесь, находясь в Потеряевке? Ну, немножко сказали, березовку берут, веники делают, дальше не знают. Я говорю, деготь, деготь против всех паразитов. Им пропитывали обувь. Это не все. Искоры делают разные такие вещи, заглядишься, для хранения каких-то продуктов. И далее, что корень на что идет? А вы идете, руками размахиваете, ничего нет. А с этой стороны клен. Клен какой? Клена, ничего же не знаете. И поэтому вам легко разодраться. Почему? Потому что что-то где-то мелькнуло мыслишка, ты за нее ухватился, а тот не понял, не успел, уже все разногласия. Спрашивает меня, а вы как? У меня в голове мысли слагаются предложения с запятыми. Не просто сумбур какой-то сновидения. Я иду и размышляю, как бы разговариваю. Едем со священником, фрутоиерея, и кандидат богословских наук. А о чем вы сейчас думали? Я говорю о том, что сегодня вот вечером надо вам в храме говорить на эту тему, тема, конкретно сегодняшняя. Он высушил, ой-ой, я гляжу, он вышел на проповедь и повторяет слово в слово, память отличная. Научитесь мыслить категориями священного писания, никогда не спорить, доказывать не надо. Ты сказал это мнение, отдал на рассмотрение, а не для того, чтобы утверждать его здесь. Повторил, все, отошел. Иначе сразу же легко понять, что мы беснуемся. Я на будущее вам говорю, чтобы сеяли. Вот и сеет сатана тут по разным сторонам, куда пшеница упала. Тут не знал, как поступить, там не знал. Приобрести не приобрел, а разогнать разогнал. Это к любому, к себе лично не применяй, но и применить неплохо. А почему ты не делаешь это? Потому что здесь людей много, которые пришли через нас. Я каждой душой дорожу, чтобы лишнего слова не сказать. А тут пыль до потолка поднимают. Батюшка говорил, даже слушать, я один дома, ты голову наклоняй, мне стыдно, один. А нам даже нужды нету, опять за старое. Что мы ждем, когда подзатыльник нам Господь даст? У него крепкая дубина. Не надо. спор бывает между двумя, не один. Один он должен сформировать свои слова и записать, а потом предложить выслушить, если выслушить, коротко, и больше 3-5 минут. А здесь ничего нет, одно и то же. Обвинения будут друг на друга, не надо этого, не надо. Вот я же никогда не вмешиваюсь, обходитесь без меня. Вызвали, тогда можно сказать. Итак, вопрос. Озвучьте его, чтобы я снова мог сказать, что я понял. Если у вас нет ничего, я поясняю. Я пришел к батюшке в вечернее время. У него в гости священник приехал со своей дочкой и с матушкой. И у батюшки сидят за столом. Кажется, она без платка и там выше руколоктей за столом. Склонились ли? Я никогда не умолчу. Я скажу, за столом так и сидят. Я возьми да и скажи, но гости-то батюшкины. Батюшке крайне это неприятно. Он мог бы сказать, но очень тактичный. Тактичный это означает безразличный. Он сразу ко мне говорит, знаешь, время позднее, может тебе домой идти надо. Я полпредложения не сказал, раскланялся, пошел и в сенках и двое улыбаюсь. Какой батюшка у нас умный-то? А то бы я еще мог и еще дальше сказать-то им. Что же это вы так? Ну, а что сказал, успел сказать в течение полминуты, это они взяли в толк. Никого не пропускай, кто делает замечание. Если несозревшая мысль, и ты говоришь языком, это корабль, днище пробитое. все просыпалось. Ни одного лишнего слова. А что молчание золотом? Откуда же я это выдумал так? И это имеет основание под собой. Чем больше молчишь, тем больше накапливается. А это женский характер. Ей скажешь, она мигом раз тебе в ответ, да норовит, говорит, два слова сказать за раз. А как Лев Толстой пишет. И поэтому им слово-то и не дают. Оно легкомысленное создание. Хотя и не все. Но однако, под общей, говорит, жене учить не позволяю. Жены, какие богословы? Найдите в православии. Нету. Ни одного. Ну, а были, которые говорили, да, подвижники спасались. Но где ты найдешь такие, как Исаак Сирьянин? Семенового богослов. Ну, беру поменьше. Ава Доропей. А ведь женские монастыри были. Там ни одного мужчины не было, настоятеля. Почему они не оставили ничего? Писали бы какие-то книги, а потом бы разобрали. У католиков это пишут. Стихи. Поэтесса назначала. Вера Кушнир. Смотри. Здесь у нас ничего нету. А какое правильное? Не знаю. Как говорят, менталитет народа, видимо, такой, оторважается и на монастырском чтении. Пускай изучает то, что сказали мужи разумные. Так а женщины разве не бывает неразумно? В делах житейских, злотолус говорит, она бывает лучше и острее меща. Но капитру ей Бог не давал. Учить жене не позволяю. Ты говоришь, не позволяю. Но, значит, идешь уже против апостола. Не властвовать над мужем. О, сегодня в ключе это, полстраны в этом больше. Не властвовать. Она настаивает на своем. И вот мы пришли для того, чтобы научиться. Ни споров никаких, не должно быть ничего. У нас все записано. Толкование полное. Комментарии. А что понимать? А применимо к сегодняшним дням. Вот о чем говорили, применимо. Вы друг друга добавляли, и хорошо. И сразу умолкнуть. Умолкнуть, и нигде не выскакивать, пока не позовут. А без разрешения туда-сюда. А что же ты завладел властью говорить-то? Зачем это? Кто ты? Никто. Я стою рядом, слушаю все это где-то. Бывает иногда, руку поднимешь, я сижу, махаю, махаю рукой. Уже другие говорят на меня, говорят, он машет рукой. А я уже отошел. Да ладно, обойдется. И думаю, хорошо, что не дали. Пускай он дальше пройдет. Я ни разу, нигде не прервал. Никогда. Я подошел, поднял руку. Сергей ведущий, главное уважение ему. А он не заметил. Не заметил, значит, так и должно быть. Я же молился. И он взор свой не повернул сюда. А когда считает, у него есть, где не, он выпускает, где нету, не отставит. Или что-то такое. Я ему сделал замечание, он сразу виноват. Заново начинает пересчитывать. А я в это время отошел с Володей, да и молимся. Что тут понужать-то? Говорит, чтобы распрягся. А бывает так, бросил и все. Тебе надо? Ты знаешь больше. Бери да и веди. А я не смогу вести. Что же я так довел-то? Сергей Павлович, если сейчас зайдет, ну и поплывем мы. Что тут? Поэтому к нему надо уважение больше иметь. И не спорить. А ему наказ не толочь. Я просчитал один-два предложения, а то кругами, просто по одному месту. Топщица тоже. Да где ты можешь так выступать? Кто тебя будет терпеть? Не важно, что православные, это или сектанты, или иноверцы какие. Слова должны быть взвешенные, четкие, в предложении вылете, прямая речь, косвенная. Говорите вопрос. Вы вспомните, как у нас занятия шли в университете. Записка. Мы стояли с Игорем Владимировичем Дубуном за кафедрой. Он считает, сущее, что есть. А дальше я стою рядом, растолковывая. У нас такой тандем прекрасный был. А люди сидят записывать кое-что под диктовку. Курс был, пройти полно, пять лет. За пять лет ни одного замещания нет. Ни одного. Ни от администрации, ни от ректора, ни от проректора по учебной части Семкина. А они приходили. И при том, у них академическое образование, и они нам не сделали ни одного замещания. Ни одного. А мы просили сделать замещание, что не так. Я у него был, он самый умный из профессоров. 21 тысяча студентов. Я говорю, Борис Васильевич Семкину, можно я у вас посижу в кабинете? А что? Да к вам приходит мать, ходатайствует об отчисленном сыне своем, другие. Как вы вопросы разрешаете? Я поучусь от вас. Он ко мне подошел, вы что надо мной смеетесь, дескать? Я должен у вас там учиться, вы у меня будете учиться еще, я сделал такого-то. Он у нас был здесь, у нас прям в комнате, где мы живем. Был, обедали здесь. С большим предпринимателем были здесь. Отношения никогда не заходили за грань. Всегда надо помнить. Люди, смотрящие, слушающие. И припомнить, какое место писание. Надо изучать язык хорошо церковнославянский. Вот сейчас кто насчитывает, где попадает от 12 томов златоуста, в каждой книге тысячи ссылок на священное писание и все они на церковнославянском. А магнитофон так крутится, я по диагонали, такое чтение быстро по диагонали называется, я смотрю, ухватываю весь стих и сходу не тратить ни одной секунды, перевожу как это по-русски, перевожу не по своему хотению, а как считал. И что, ни разу не ошиблись? Может быть, где-то я ошибся, может быть, потому что тысячи мест. Вот у нас утром Сергей готовый считает только, и то, гляжу, две минуты нету, маленько поглядя, еще тяжело считать. Не просто считать, а насчитывать. И мы должны помогать друг другу, что у меня опыт, огромнейший опыт, несравненный, 50 книг, только аудио насчитанное. Тысячи проповедей, которые нигде нету их, нету, они ушли. 1400 осталось, так когда уже стали, говорит, сохранить. Конечно, это опыт. И опыт учится молчать. Я вот слышу, не вижу, и тот говорит неправильно, и другого неправильно, а один зашел, сказал правильно, ну и даже внимания не обратили. надо учиться. А вести беседу, диспут, это очень сложно. Это шестое качество лидера, привлекательность. У нас есть, которые все пять имеют. Это воображение, знание, умение, решительность, беспощадность. Пять качеств, шестого нету. Шестого совсем даже нету. Шестое качество, это означает, каждый понимает, что для него говорят. И знает, что бы ни было, его за уши не вытащат. Привлекательность. Исключительно трудно. Никакое знание тут не поможет. А наоборот, даже помешает. Я больше знаю. У меня звание такое. А ты кто? Так вот, эта привлекательность, она наоборот сделает. Подтащит так собеседника, что он занял его место. По знанию. А сколько у вас бесед было? Не считал, но много тысяч. С разными сектантами, в разных городах, за капитрой, на улице, в доме, при собраниях, везде. Вот вообрази, я сейчас ничего не могу сказать, а я в немецком собрании, на немецком языке проповедовал, самостоятельно учил язык. А зачем тебе это нужно? Не знаю. Мне сильно нравился язык. Не английский, не французский, не испанский, я занимался ими, а немецкий. Мне как бы подходит больше язык. Хотя самые легкие из них, а, конечно, английский. Один падеж. Один рот. Так, пожалуйста, вопросы, давайте. Не оставайтесь с вопросами неразрешенными. Давай, дорогой, пожалуйста. Иоанн 3,16 и вот так возлюбил Бог мир, отдал смысл своего, дабы всякий верующий в него не богатый, он может вечно. Так, Володя, а первое послание... Подождите, малейка, я не понял, еще как говорится-то. Иоанн Гриотиана, 3,16. Он сейчас говорит еще. Давай. А первое, первое послание Иоанна, первое, 2,15. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. То есть Господь говорит тут о мире, что Он его возлюбил, а тут говорит, не любите мира. Как это понять? Ну как, не любите, означает, не прилипляйтесь их духом, не будьте наполнены. Мир этот, он имеет свое мнение по всем вопросам. Разные институты, все, и все временное. Для вечности ни одного вопроса. И вот вопрос разрешился. У христиан временного нет, все вечное. Потому что, что бы ты ни делал, даже подал хлеб, уходит в вечность на суде. И они вас примут в обители небесные. Кому накормили, напоили. У них этого нет. Не любите временное. Не любите то, чем мир услаждает себя. Он другой вопрос задал. Он говорит, в Евангелии от Иоанна, 3,16 написано, Бог возлюбил этот мир. А 1, Иоанна, 2,15, он говорит, что... Возлюбил мир. Не любите мир, и возлюбил мир. И означает, не оставил погибающих, а послал к ним спасителя. А когда этот к Иоанну говорит, это означает прихоти мира, привычки. Все его замашки любят. Они это любят. Каждое воскресенье подольше поспать. А дальше, если пошел куда-то в театр сходить, это мир мирской из чего состоит. То, что временно и бывает даже против Бога идет. А там говорится вообще о мире, наполненном людьми. Какие бы они ни были, за них принесена жертва. Это любовь Божия. А не то, что люди, здесь говорится второй раз о прихотях мира, а там вообще о людях. Вот в этом разница. Там Бог возлюбил не наши пороки, пьянство и все остальное, а людей с бессмертной душой. И они не могут никак спастись, уже согрешили. И он возлюбил сына, и он взял грехи мира на себя. 1,29 Иоанна как раз говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это его любовь. А к нам относятся, то ты видишь, что чем мир увлечен, ты это не люби. Они без этого жить не могут, украшаются, ногти там наращиваются, всякая пакость. А ты на это даже не гляди. Вот и все. Спасибо, Христос. Да. Слава Иисусу. Владимир Лебедев задает вопрос. Игнатий Тихонович, помыслы одолевают разные, как бороться с ними? Да никак. С помыслами бороться. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер. И поэтому занимай размышлением. И у тебя другого-то не будет. Вот и пенсионеры. Мне-то 81-й год, я всегда спрашиваю, кто пенсионеры? Руки поднять подняли. Кто молится семикратно в день за суды правды благодарить Бога? Псалом 118, 164 стих. Из пенсионеров половина даже не поднимают. Наконец, одна только подняла руку. Семь раз. Я посчитал, допустим, сегодня у меня 12 раз получилось при полной занятости. Почему? Настроить себя на это надо. Другой раз смотришь, 18 раз за день пришлось совершить три святое по 100 поклонов. Это один раз считается. И тогда у тебя никакие мысли не идут. Ты будешь помнить, что есть. Выходит, когда мысли-то приходят, у него ничего нету в голове. То он ни о месте Писания не размышляет. Ничего нету. Надо наполнить. Тогда сокровищница не будет с одной мекиной. А сатана нападает? Нападает. Да, нападает. И нам не только нужно бороться, но и побеждать. Обещана полная победа. И он сокрушит сатану под ноги вашей вскоре. Рименом 16-20. С такой надеждой, конечно, ты будешь неуязвим. Что бы он тебе не подсунул. Утром встал, перекрестился, привел себя в порядок. Вот у нас общая молитва. А один остался. Пенсионеры-то никуда не гожи. Подходят молодые, священник мне говорит, молодые, наисплость. И говорит, батюшка, благословите нас. Ну, не стал... Ну, а что? Да бабушку нашу отравить. До того она нам надоела. Житья нету. Под себя ходит и не умирает. Благослови отравить ее. Вот такие прихожане бывают. Да ладно он это рассказал. А если по-человечески просто, автаназия и все остальное, правильно. А зачем он человек? У него уже жизнь-то какая. Мелкотравчатого животного. На растительный образ жизни перешли. Но по-христиански это живая душа. Парализованный Сергей 17 лет лежал. И мать все еще тоскует, что его нету. Как обихожен был, ни пролежи, ни нету ничего. Мы окружены добрыми примерами. Давай. Что-то Галина загуляева вышла. Вот камеру выключи, тепло. Камеру выключи, Рома. Видеокамеру выключи. Как все от рулетки пьют и едят тут. Но это время можно. Перед экраном-то не пить, не есть. Вот вся наша мудрость. Себя надо укорачивать. Мысль подошла. А что ты размышляешь об этом? Ты видишь, как что-то одолевает. Ну, бывает, там, трудность какая-то. Что-то угрожает где-то. Молитва. На молитве. И все Бог развеет. И в первую очередь помолись о том, от кого это идет. У меня на днях получилось так. У меня же форум большой. Кроме сайта и моего РУ. У меня там и в Твиттере работает, и Фейсбук, и ВКонтакте, и Живой Журнал. Но там работает администрация. Я там не бываю. Они мои материалы берут, там ставят. И вот на форуме, там есть такая рамочка. Внизу идет общий поиск. Я могу любое слово зарядить и все. А она теперь выбрасывает какую-то программу. И вот ни раньше, ни позже сразу же администрация форума вышла на меня. В чем проблема? Я не буду говорить, что я не люблю это слово. Ладно, я им говорю так и так. Ну там сфотографировать надо, послать, чтобы мы точно знали, что именно. Ну Володя снял, послал. Ну и замолкли. Сегодня они на меня опять вышли. А у меня уже все работает. Нужна помощь. Да не надо работать. Который прислал его Владимир тоже звать. Ну я еще могу сказать. Был бы ты рядом, я говорю, Владимир, ты... Кто там дает право-то? Право-то. У меня 1600 тем. Там 1602 темы на форуме. Тысячи, наверное, фотографий, роликов. Сделаны очень высококачественно. Программист один. Ну я поблагодарил, говорю, ну что, мы молимся о вас. И дал знать о себе. Если нужно будет, выйдите по скайпу, мы поговорим. Я буду рад встретить с вами. Вы даете нам возможность. А там хоть что помещай. На форуме никаких контролей, ничего нет. Ты хоть каждый день свой банный день там рисуй. Это твой форум. На кто зайдет, он может не заходить. И все сделали. Благодарю Бога. Я сказал, мы за вас молимся каждый день. Желаем блага. Вы делаете добро не для одного меня, а для тысяч людей, какие приходят. Так, еще что? Игнат Тихонович, как относиться к ипотеке? На строительство дома хочу взять. Так, что за вопрос, Володя? Он говорит, как относиться к ипотеке? Да ты в уме или нет? Виктор, кажется, звать его, как? Да-да. Да ты все, дружок мой. Да никогда. Должник делается рабом взаимодавца. Мы включили это в деревенский устав. Ни под каким видом не брать под процент. Они же 12 и нету. Ты сразу не заплатишь. Ты рабом будешь. И когда ты рассчитаешь, ты говоришь, ну они дали немного 30 лет. Это на 30 лет в рабство взяли тебя. И ты не понял, кому ты попал в рабство? Ни под каким видом. Так мне надо квартиру. Работай. Найди, если верующие есть, которые беспроцентно. Только высчитывать инфляцию. Ну, вещь стоила 5 рублей. А к тому, когда стал рассчитываться, она 15 рублей стоит. А ты взял вещи. Вот у нас в деревне расчет шел на кирпичи. Взял деньги. В это время сколько кирпичей было? Ну, допустим, дал ему 5 тысяч рублей. Сколько в это время? Столько там можно было взять кирпича с точностью дали кирпича. Сколько досок, кубометров? Какие доски? Опилены, не опилены, не обрезаны? У меня вот так было один. Купил он там кирпич, а потом переезжает. Кому кирпич? Ну, я печник, мне нужен кирпич. Я у него беру сколько? А он столько-то. Я ему даю деньги, посчитал, сел, инфляция какая, сегодня номер-то. И даю ему, кажется, в 3 раза больше. Продал он за 500, а я 1500 даю. А он честный человек. Зачем мне? Они грамотные. Таблицу умножения не знают. Ну, ленивые в этом вопросе. Я ему даю, ты что делаешь? Ты сколько кирпичей мне отдал? Ну, там 500 было. 500. Теперь я тебе, если я дам ту стоимость, сколько ты купишь на них? Ты 150 кирпичей только купишь. Ну и, так ну и, ну и, то есть. Что тут нокоть? Инфляция была с 91 по 97 10 060. Там стоило рубль, рубль, а теперь уже в 97 10 060. Вот такая инфляция была. Я судился, знаю по этому цифру эти. Мы должны это учитывать, но никаких процентов. А если все стабильно, константа в стране, тогда сколько взял, столько отдал. Вам понятно, о чем я говорю? Категорично. Понял, понял. Против, против. Ты продал себя, написано, должник, а ты должник, делается рабом взаимодавца. И ты кому себя продал? Кто на тебя пахать будет? Что тебе все разъяснять надо? Разжевать? Не под каким видом. Я в жизни не был должен, ну, бывает иногда, посылку отсылали, и денег не хватило, я у брата говорю, заплати, пока до дому доедем. Ну, это даже долгом-то нельзя назвать-то. Просто не тот костюм надел, а там денег не было. А уже на почтамте стоим. Никогда и нигде обходить то, что есть. По одежке растягивай ножки. И вот они в долги-то полезли, набрали ипотеку, а в это время разлив Хабаровская область-то. Дома-то эти, которые взяли, купили-то, там все размокло. Работы-то нету, а счет-то идет. Работы нету, а проценты идут каждый месяц. И они возопили, обратились, тогда был премьер-министр Владимир Владимирович Путин, он говорит, я не могу на них влиять никак. Но вы как-то договариваетесь, видно, что он сожалеет их. А я слышу и вижу. И мне тоже жалко. Но ничего не сделаешь. Человек добровольно полез в рабство, не мог себе отказать. Ты что-то делай руками, найди участок земли, достань где-то, хоть что-то сделай из земли. У нас тут в Барнауле был копай город. Копали в земле люди, какую-то жертву положат, одну ночью притащат, а дальше там прутьями, землей, бумагой. И так и жили люди под землей. Но потом уже хрущевки пошли. Ипотека ни под каким видом, нигде не брать. Брать можно где? Саудовская Аравия, в Тунисе. У них, если процент банкир берет, его ждет смертная казнь. Вот законы. Ливия вот была, Муаммар Кадапи. Процента одного не имеет права наложить. А как ему тогда жить? Сохраняются деньги. Он помогает кому-то. Кто-то что-то может ему там дает. Я не знаю. Но процентов никаких нет. Вот это страна. Вам, наверное, не понравился ответ мой, да? Игнат Тихонович. Давай. Все понравилось. Я согласен полностью. Просто у меня большой бизнес. Сейчас он развивается. И у меня уже есть долги, понимаете? Кредиты. Я сейчас тогда буду... В долги не лезь. Разрабатывай, делай, не бей. У товарищей, который беспроцентно даст себе, можем взять, но с условием, допустим, через год отдать. С учетом инфляции. Ипотеку не берем никогда. Прошу, прошу ваших молитв. Это иноземцы нас эксплуатируют. Рабами делают. И поэтому нас они по-другому не могут называть, как называют. Игнат Тихонович, прошу ваших молитв, чтобы у меня хватило сил на труд, чтобы я все долги закрыл в ближайшее время. Слава Христу. Пусть Господь благословит, если это на добро. А если не на добро, пусть он вам на пути Гималаев накидает. Эльбрусов. Благодарю. Во славу Божию. Давайте еще. Если человек больной желудком и строгий постом, дни выпадают, когда запрещено вкушать пищу целый день, можно ли ему в этот день там немножко вечером поесть? Можно. Снаружи. Можно. То только по желанию. Можно каждому даже поесть. Но, если ты не зело старый, престарелый, зело малый и больной. Вот три. Мать кормящая. Разрешается часть вина или масла растительное. Все. На большее ни один священник разрешение дать не может. И у него права нет. Откуда известно? Апостольское 69 правило. Все. Замкнуло. Но не будет ли нарушением поста, когда запрещено вкушение пищи, а человек вкушает? Нет. Запрещено. Какие дни запрещенные? Покажи. Это опыт такой. Там и написано. Первые дни даже не вкушали. Если ты можешь. Я не могу. У меня без воды никак нельзя. У меня сразу ноль. Я не могу тогда не спать. Еще судороги. Обезвожение организма. Промороженный был. Меня где-то только не держали. Все сорвано в нем. Дом без замков. Я поэтому не рискую. То есть это первая неделя. Это благочестивые обычаи. А обычаи это не нарушение поста. Это просто совет. Такого правила нет. Пускай свободно вкушают. Ну сколько может. По силам. До вечера. А вечером вкусят. Сухоедение. Это не значит картошку не мыть и жевать. Это что-то никогда не приготовь. Там и свеклы навари. Бывает капуста, помидоры. Ну уж такое, чтобы ничего не будет. Компот сделай, завари. Самому радостно будет. Ну молочка ни в коем случае нельзя. Разговора нет. Ребенок, который от груди не отсажен и тому разрешается. Как от груди мать отсадила, все. Нравне со всеми идет. У нас в семье было 12 детей. У матери. Ну 10 живых осталось. И никогда ни один ребенок пост не нарушал. И больных ни одного нету. Все здоровые. 10. 5 мальчиков, 5 девочек. Все выросли. Вот я 80 лет, а я еще ни одной таблетки не съел. Так, а вот сухоедение, это как понимать? Ну очень просто даже сухоедение. Никаких там шикарных блюд, ничего нет. Вот сварили, допустим, картошку у тебя заранее, в тот день не вари даже. Это сухоедение возьми, запивай там, с чем у тебя есть. Теплая вода или запарь какими-то травами. Щебрец, богородская травка. Сухоедение, так оно называется. Рот-то смачить надо. Вот как раз можно фрукты есть. Это и будет сухоедение. Ну все это. Чем сухоедение от несухоедения отличается? Просто хотелось бы уточнить. Вот она и говорит сухоедение. Отдельно никакие шикарные блюда не готовятся. Простое, я тебе говорю, вчера картошка была осталась. Особенно картошка хороша, ее когда не чистят, обмыли. Пополам разрезали. Маленько ножом ее протекать, чтобы обтереть соль-то. И на плите печеное. Заранее это сделай, чтобы у тебя лежало. И все. Запей там чаем. Чай только не такой, а травяной какой-то. И все. Сухоедение. Кусок хлеба проглотить надо. Мы как-то вернулись в церкви. А я не знаю, день или два не ели. А сухари на противень называют. У нас листик называют. Мы к листику с двух сторон сели. С той стороны Надежды Васильевна, с этой я по сухарику возьмем. По сухарику. Оба согласны. По сухарику взяли. Второе. Когда уже посмотрели на противень, то ничего и нет. Галина Белова спрашивает. Можно ли, причащаясь, заразиться туберкулезом, если перед тобой причащался больной? Понимаете, здесь два вопроса. Виноват священник. Зачем его было допускать отдельно? Вперед здорового. У него две чаши. Он может ту одну для больных держать. Никак. Ну а можешь ли ты заразиться? Пока ни одного случая не было нигде. Это Господь делает, обеззараживает. А тебя смущает. Ну не приди в другой раз. Спокойно отойди, ничего не будет. Вариантов-то несколько. Ну виноват священник. Зачем он допускает? С ПИДом болеет человек, он допускает его. Ну дает из ложечки. Одна та же ложечка, что-то в ней остается. Заранее-то предупредить. И проще тебя одобрят все здравые люди и врачи. Раньше-то было не так. Отдельно в руку давали хлеб, а отдельно давали вино пить из чаши. Отдельно. Как священники по сей день так причащаются в алтаре. Ну нам вот так. Избери день, когда мало народу. Чтобы один был выход в каком-то вопросе, это очень редко. Как правило, несколько видов выхода из ситуации и ничего не нарушить. А человек не знает. А почему? Вот такие дубовые мозги. Ни правила, ни канонов не знает. Я не могу без этого. Ну и не нарушай. Пост не нарушай. А я не могу. Два года отлучения. Тут спрашивают люди, сухоедение, что это такое? Я сейчас только говорил, отдельно вареный суп-то. А где-то запил отдельно, у тебя сварена была картошка, запил чаем, сухоедение, сухари. Поел где-то отдельно-то, ну запил, чтобы проглотить-то. И все. Еще такого нету. Никакие каши там, еще что варен с грибами, с супы такие. Это нет. Ты можешь сделать самое простое что-то. Это сухоедение. А тебе не нравится слово сухоедение? Оно не апостольское. Ты можешь его вычеркнуть. Ешь, говорит, как один, только людей не пожирайте. Ни мясное, ни молочное, не разрешаются. А растительное масло только в субботу и воскресенье, во время Великого Поста, не считая последней субботы перед Пасхой. Вот о посте материалы я скину сюда, и вы его тут возьмите. Здесь же. Себе перекачайте тогда. Это из моей книги к истинному православию. Больше туда добавить нечего. Там не только все разъяснено, но и каждый месяц, каждый день указан, что можно, что нельзя. Сегодня другие уставы. Это назывался Большой устав, по которому жила Россия. Я брал с оригинала это все. Работал как историк. Все переводил и делал. То есть более полного материала вообще я так, мысли нигде больше нету. Значит, создание этой книги у меня почти 40 лет ушло. Охота вам была возиться. Я делал это с любовью, с радостью. В посте и молитве. Что? Время однако, наверное. Ну все, времени нет. Помолимся? Помолимся? Давайте, Екатерина, пусть помолится. Поиск недостойно прославлять Тебя, Богородица, всегда блаженную и непорочную. Матерь Бога нашего. Ты достойна большей потести, чем Херувима. По славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово. И как истинно, Богородица, мы Тебя величаем. Богородица, Екатерина, Мальчишка. Славим Господом и Спасителя, Искупителя нашего за это занятие. За то, что дарит нам бесценные минуты жизни получаться в Пописании. Благодарим за веру православную, открывшую нам путь к спасению. Аминь, спаси Христос. 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 Слава Иисусу. елена ты не ушла или ушла я подопечный и хотел сказать как день прошел ну все тогда